Раз, два, три. Все, Зайчик, посла. Добрый день, Каса Алиев. Привет, Алексей, привет. А можно спросить, кто с вами сегодня находится? Слушай, ну это мой гость. Она только что приехала ко мне из города Рязань. Она приехала оттуда, потому что она... Ну, посмотрите сейчас, есть что-то похожее? Да. Вот эта картина называется Крамер. Видишь? На глаза. Она в прошлый раз ко мне приезжала несколько месяцев назад и здесь шашкой махала казацкой. Видел ты, наверное, где-нибудь там на видео, как она шашкой машет казацкой. Потому что она умеет фланкировать, она в чехолоке, кроме этого, я тебе сейчас скажу. В этот раз она ко мне приехала специально. Специально для того, чтобы я ей показал, что на самом деле все, что я показывал где-то в 80-е годы и по телевизору и прочее, то есть есть много фокусов, которыми дурят людей. Ну, например, бегать по горящим углям, есть стаканы, прыгать на стеклах бутылочных и не порезаться. И я всем объяснял. Ребята, это фокусы, потому что любой человек нормальный и спокойно может по ним бегать, а на отдельное стеклышко не должен наступать, потому что отдельное стеклышко поранит, порежет. А когда куча, куча принимает форму. Ты спокойно прыгаешь, стекло за стекло заходит, и, короче говоря, никто не режется. И это все показывало, что это фокусы, что очень много курсов проводили, и в конце каких-то курсов, там, бизнес-тренингов или еще психологических, людям показывали, что они могут бегать по горячим углям, там, или еще чего-то, этим самым доказывать, какой эффективный у них был курс. А на самом деле это был просто фокус. А поскольку наша школа «Хомофутург. Человек будущего» открывает людям глаза, сейчас Настя приехала для того, что она говорит, а мне покажите это на самом деле. Я, говорит, боюсь этого. Неужели, говорит, я могу там походить, побегать? Ну, скажи, ты боишься или нет? Да, но мне это страшно. Вы это все знаете, вы это все прекрасно понимаете. Но мне, как обычному обывателю, даже я своим друзьям говорила, вот я сейчас поеду к Хасаве, мы будем вот это делать. Он говорит, как ты можешь ему так доверять, что он сейчас тебе, и ты встанешь на эти стекла. То есть, как ты можешь настолько ему доверять? Слушай, ты не поверишь, вот как только она приехала, Настя, я ее, конечно, чаем угощаю, и мы сидим и говорим. Я говорю, Настя, зачем это нужно? Она говорит, ну, я же на самом деле боюсь. Я говорю, как ты боишься? Уже я сто раз об этом говорил, что это фокусы, и ты боишься? Боюсь, говорю. Ну, тебе на. Ну, я говорю, ну, давай, вот сейчас я тебе насобираю бутылок, наколю, значит, сейчас это самое. Ну, мы это сейчас не в Ютубе будем показывать, мы это покажем сейчас. В Телеграме только, в Телеграме. Ты знаешь где? В Телеграме, да? Да, в Телеграме вот показываем, и все. А как сделать, чтобы все перешли в Телеграм? А это в описании надо посмотреть, и все, там есть ссылка на Телеграм, в чат. У нас под видео в описании, да? Да, 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 там канал даже. Ну, все, пусть переходит, потому что сейчас Настя будет сама себя испытывать, а потом будет смеяться, что это так легко делается. Я на тебя хочу посмотреть. Я тоже. Когда ты потом увидишь, это простой фокус. Да, а вот я хотел вот Насте задать, а для чего это ей надо? Какое преследование? Да, 16 лет назад я начала изучать психологию, все вот это вот. И тогда, в те времена такого слабого интернета, назовем это так, я как раз встретила первые уроки видео доктора Хасая, где он там после метода ключ, то есть люди расслаблялись, и женщина прям легла на эти стекла. У меня все эти 16 лет идею фикс хочу на стекла. И никто со мной не... Я так раз рассказывал, что так любой человек может сделать. Ну да. Они же вот не обращают внимания на мои слова, а то, что она на стекла легла и не полезла, собратили внимание. И она вот эти 16 лет хотела это повторить. Да, со мной никто не соглашался. Я говорю, ну давайте набейте, а я вот встану, и вы меня снимите. Говорит, нет, ты вообще сумасшедшая, вообще, ты что делаешь? И вот так все случилось, я же должна точку в этом во всем поставить, потому что именно с этого первого видео вообще началось мое изучение ключа. Короче говоря, для того, чтобы в нашу школу прикинуть людей побольше, чтобы открыть им глаза, надо что им фокусы, что ли, подкатывать? Люди любят красивую картинку, яркие отшелки. Ну да, да, да. Вот я, например, объявлю, что с помощью метода ключ можно стать суперменом, можно овладеть вселенным, можно научиться управлять людьми, тогда все молодежь сюда потянется, да? А если я просто скажу, ребята, вы научитесь созидать, творить, станете добрее, станете человечнее, станете быстрее учиться, легче тренироваться, быстрее восстанавливаться, а это менее интересно для молодых, да? Потому что молодые-то максималисты, им нужно что-то неизвестное, опасное, опасное. Никогда такого не было. Ну, по крайней мере, им же надо знать, где есть фокусы, где есть истина. Наша школа, человек будущего, как раз таки для того, чтобы люди открывали глаза, понимали. Да, например, чтобы они что понимали? Что летающих людей нету, потому что законы природы распространяются на всех, что такого быть не может, чтобы никто не летает, а один Петров летает. Такого не бывает, например. Да. И поэтому, а мне кто-то говорил, а мне говорили, что есть летающие йоги, что есть в Индии летающие, или в Мексике. А я говорю, ты сам лично видел? Он говорит, брат мой видел. Я говорю, давай брата сюда. Он далеко. Ну, давай в скайп. Ну, он сейчас не может. Ну, а мне говорил, а почему вы не верите? Вы, наверное, просто не верите. Вы, наверное, просто зашорите. Я изучал всю жизнь эти явления. Я выяснил, что летающих йогах не бывает. Есть там какие-то вот йоги, которые медитируют и в этот момент воображают, что они подвлотывают. Потому что так, как мы... Вот сознание убегает. И у них включаются эти самые... Они подвлотывают на 2-3 сантиметра, подвлотывают. И говорят, мы сейчас подвлотываем на 5 сантиметров, завтра будем на 10, а послезавтра полетим. Ну, это совершенно разные вещи. Одно дело летать, одно дело подпрыгивать. Я там еще подпрыгиваю. Ну, ладно, переходите на Телеграм, то все посмотрите. Да, все там, все пока. Все, давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.